Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях представитель компании, которая занимается производством вот таких, такого, вернее, продукта для тех, ну и для спортсменов, для тех, кто хочет набирать вообще мышечную массу, у кого есть дефицит белка, это из подсолнуха делается протеин. Значит, сейчас мы об этом подробно поговорим, а вначале я попрошу нашего гостя представиться, рассказать немножко о себе и о продукции, собственно, вашей. Ну и потом поподробнее поговорим об этом. Спасибо. Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Теплыс Сергей Александрович, я коммерческий директор завода Санпротеин. И непосредственно пришел к Юрию Андреевичу познакомить вас и его более плотно с продуктом спецназа. Это протеин, сделанный из концентрата подсолнечного белка. Протеин изначально позиционировался как специального спортивного назначения, но при выходе на рынок выяснил, что он начал пользоваться большим спросом у веганов и вегетарианцев за счет его состава, о котором мы сейчас подробно разберем. Ну давайте поговорим поподробнее. Смотрите, а неужели в подсолнухе, я просто не смотрел, не помню по памяти, вот все восемь из восьми незаменимых аминокислот? Да, присутствуют все восемь из восьми. Это подтверждено заключениями не только наших личных лабораторий, которые присутствуют на заводе, но и независимой экспертизой. Есть все документы официальные, и мало того, продукт у нас выпускается по свидетельству государственной регистрации. То есть мы специально получали на него свидетельство. Ясно. Так, хорошо, но тут всего сколько аминокислот здесь вообще? 18? Вообще 18, полный спектр. Да, потом, понятно, некоторые микроэлементы, там магний, натрий, фосфор, калий, кальций. Так, потом здесь общий состав, понятно, так, так, так. Витамины некоторые, группы В, например, В1, В6, В9, да, Е. Так, теперь, значит, здесь немножко поподробнее, ну понятно, что там нет гно, там, это, я так понимаю, что экологически чистый продукт, да? Там есть какие-то исследования на тяжелые металлы, там что-то отсутствует? Да, у нас есть исследования макробиологии, у нас есть исследования все на тяжелые металлы. Вот, то есть как можно максимальным количеством различных там исследований, заключений в лаборатории мы провели, вот, потому что у нас на самом деле на горном Алтае крупное производство. Вот, производство вложено порядка полтора миллиарда рублей, вот, там стоит датское оборудование, своя лаборатория и проект протеина спецназ, именно сам протеин разрабатывался порядка трех лет. Так, понятно, серьезный вопрос. Хорошо, значит, ну вот написано, значит, 80% чистого протеина, 100% натуральный продукт, килограммовая упаковка, цена розничная, как мы понимаем, ее тысяча рублей, вот, это достаточно надолго хватит одному человеку, да? Какое потребление, кстати, вот для человека, который занимается, ну, спорт, ну не прям там тяжелой атлетикой, ну, вот просто фитнес-спорт? Ну, смотрите, рекомендуют принимать от одной до двух порций в день. А, что значит, порция, это сколько? Порция, это 30 грамм. Ну, столовая ложка. 30 грамм порошка. Ну, у нас здесь есть мерный стаканчик. А, все, все. Вот, и два мерных стаканчика сыпьте на 300-400 грамм воды. Так. Вот, или молока 0,5%, кому как удобнее. Нет, ну, молока мы, я не рекомендую никому потреблять, и это неестественная пища, это не дай бог, если человек потребляет молоко. Молоко человек должен закончить потреблять, когда мать перестала кормить грудью, естественным путем, ребенка маленького. Дальше это уже извращение законов природы, за что человек расплачивается тяжелыми болезнями, там, в том числе, сахарный диабет, первый тип, автоиммунные заболевания, это именно от молока, но и другими многими. Поэтому, воды, какой температуры? Воды, да, воды комнатной температуры. А, то есть, прям растворяется при комнате. Да, и, кстати, ну, вот хорошо, что вы добавили про молоко, потому что, на самом деле, мы сами рекомендуем его принимать с водой, так как продукт заявлен, что он идет без лактозы. Вот, да. Без лактозы, без глютена, без спартама, ГМО и соль. Вот, и касаемо порции, то есть, в порции получается у нас, опять же, вот уникальность продукта, да, на 30 грамм порошка, это 24 грамма белка. Вот, да. Это 6,5 грамм БЦА, это 3 незаменимые аминокислоты, валин, лейцин и залицин, из которых непосредственно строится мышечное волокно. Да. И 3,6 грамма глютамина. И если взять по показателям нашего белка и сравнить его, кстати, вот к молочному белку, да, считают в мире спортивного питания, типа Голл Стандарт и так далее, то у нас показатель БЦА даже больше на 1 грамм. При том, при всем, что мы их не усилием ничем искусственно, это у нас идет из самого сырья. Мы видим, что из подсолнуха прям можно, потому что я знаю, есть, естественно, такие протеины, сейчас вот тоже, пускай, где, ну, мы говорили вот до записи, что там, значит, вот из конопли, да, ну, мы же, естественно, там вот есть семена, я это знаю, амарат, тем более, там уникальный продукт. Но вот я пока не знаю, что за состав, какие скрепляющие вещества, там есть ли консервирующие, а если нет, то чем, на какой, так сказать, технологии это сделано, это все достаточно сложно. Вот как раз по этому поводу вопрос к вам. Ну, а здесь хорошо. Вот я увидел все-таки, потому что это надо обязательно зрительным скопить, потому что кому-то это уже будет, ну, не подойдет, да, так сказать, по причинам, не просто там каким-то морально-интеческим, а вот позиции по здоровью жизненных и так далее. Потому что здесь есть состав, значит, если почитать состав, концентрат белка, ну, понятно все, вот ароматизатор пищевой шоколадный вкус, ДЛА какой-то там, инкамсулированный, Н, и есть еще подсластитель, сукралоза Е955. Вот, ну, вот об этом все-таки расскажите, чтобы вы уже знали, как, что есть, то есть, почему, ну, повнят, что вкус хотели добиться, чтобы он был какой-то приятный и сладкий, потому что немножко изначально сырье имеет... Немножко соленоватый вкус, потому что натрий, да, натрий, то есть он ощелоченный, имеет одну щелочную среду, вот, значит, да, мы старались добиться приятного вкуса, и, кстати, добавлено всего лишь на 1 килограмм 0,8 грамм сукралоза, вот, ну, это минимальное значение. Что касаемо вкуса, вот, у нас мы неоднократно там его презентуем на различных мероприятиях и выставках, в том числе, вот, сейчас и веганские мероприятия, да, и армия России, вот, прошел недельный... Вот, очень важно, да, просто о том, забудем, я уже несколько раз забывал, это, в принципе, сыроедный продукт, то есть при каких температурах производится вот цикл? Сушка производится при не более 40 градусов. И, а вот остальные перетирания, там, может быть, меланжеры используются? Нет, ничего, он у нас поступает, сначала в этот, в систему очистки, вот, там, значит, происходит очистка с совместной жидкостью, далее он происходит мембранную, посредством мембранных технологий отделения белка от углеводов, и далее проходит сушка. Понял. Ну, и вот я вас перевел, значит, насчет того, что вот вкус, да, вот этот вот, или, по-моему, вы говорили? Да, по поводу вкусовых особенностей, значит, так, по поводу вкусовых особенностей, что отмечают люди, которые вы брали, и уже брали неоднократно, приходят повторно, прямо целенаправленно, вот, берут по две банки и более, вот, перед закрытием выставки, у нас человек пришел, взял вообще сразу коробку. Вот, значит, по поводу вкуса, люди заказывают на различных сайтах, в том числе и зарубежных, вот, там и конопляные, вот, про которые вы говорили и так далее. Ну, американские сайты, там, вот давно началось, вот, то есть делают такие подобные, да, так? Да, а iHerb, там, кстати, вот, по поводу подобных, мы первые в мире, кто смогли достичь из подсолнечника такой концентрации белка 80%. Вот, есть еще в Германии производство, но как они ни старались, они смогли только максимум, там, 50% добиться, и сырье у них стоит, там, ну, на порядок, да. Даже уже гораздо, понятно. Нет, нет, тут вопросов нет, очень, все, хорошо, здорово, единственное, это, я говорю, вам бы просто взять бы и кристаллизовать, то есть выпаривать, например, в вакуумных дегидраторах, например, просто сделать, виноградный сироп, предположим, до порошка, все, добавлять, и вот вам сахар, ну, натуральный, да, это вот первый, как сказать, а потом, я могу тоже с технологами поговорить, с вами, потому что тоже произносится много, и вот насчет этого, ну, как бы, ну, посластительный раз, так и вкус. Вкусы тоже можно, там, натуральные добавки делать, то есть, вот, как, например, фукус и кураган, например, натуральные добавляются, но это паста в виде геля, здесь порошок, тут надо другие применять, но все равно это возможно, просто, видите, для кого-то это не имеет значения, я понимаю, и это, конечно, меньше из, как говорится, зол, исходя из того, что люди едят. Если уж я так скажу, человек, там, ест какие-то, там, бургеры, какие-то соусы, там, все, что в магазинах продается, или перекусочных, это вообще можно забыть, это бред, когда человек говорит, я, там, о, тут вот это вот есть, но зато он ест, или курит, там, или ест при этом, как, или пиво пьет, или ест при этом, какие-то, там, гамбургеры, там, Макдональдс, Кока-Кола, там, вообще, это бред, а такой человек слышать, это идиотизм. Но если человек действительно, там, вот, веган, сыроед, который, там, стремится, вот, чтобы, вот, никаких е, там, только биопродукты, там, эко, все, конечно, это, да, другой вопрос, я вот тоже, это же сразу говорю, да, ну, понятно, но, вот, может быть, я бы очень хотел, я уверяю, что это сразу бы армия увеличилась, вот, прям, и те, кто особо стремится за абсолютно гармоничную здоровую жизнь, если вести, вот, заменить эти два ингредиента абсолютно, вот, заменяемыми, так сказать, я даже могу попробовать узнать. Ну, вот, замечательно, что с Вашей стороны поступила такая рекомендация, потому что, на самом деле... Это так и будет уникально, вообще уникально, правда, не имеющая вообще аналога, вот, если вот прямо это сделать, вообще это, вот, даже сравнить будет некорриктно. Давайте обсудим. Попробуем, да. Ну, вот, я говорю, для тех, кому это не принципиально, доза, конечно, вот этого сахара искусственного, она, это, конечно, не аспартам, это, естественно, в этом плане может не воловаться, конечно, это не натуральный сахар, его здесь, правда, действительно очень мало, в принципе, это не такое значение уж имеет с точки зрения биохимии, но вот про этот шоколад я, так называемый вот этот ароматизатор, я не знаю просто, это надо изучить, что это такое. Вот, так, ну, хорошо. Хорошо. И какие вот есть еще, ну, плюсы, достоинства, какая практика, вот, скажем так, на практике, как это? Вот на практике рассказываю прямые отзывы для покупателей, вообще спортсменов и так далее, значит, ну, давайте начнем со спортсменов, а потом перейдем в нашу аудиторию. Значит, у нас была такая история, у меня друг, ну, как общались, мы вместе работали, значит, вот я начал его продвигать, он говорит, давай я помогу вам, я говорю, ну, вот возьми баночку там, попробуй. Ну, вроде сначала, как бы так, ну, не особо без энтузиазма, а потом нас напишла происходить выставка, и он на выставке был, ну, есть нечего, целый день туда-сюда, начал пить его. Пьет, пьет, и говорит, Серега, ну, вечером мне звонил, говорит, слушай, можно, говорит, я две банки, говорит, ну, в счет денег возьму, а он, кстати, судья соревнований там по спорту, да, сам неоднократно выступающий спортсмен, вот, значит, я говорю, ну, вопрос, говорю, а что такое? Он говорит, ты знаешь, я, говорит, от протеина, ну, вообще отказался уже давно, потому что у меня там, ну, неусвояемость, пищеварение и так далее, я, говорит, целый день, говорит, сижу на спецназе, у меня, говорит, все отлично и так далее, и вот перешел на него, вот. И, кстати, вот этот момент про усвоенность, это живой пример, но он не единичный, вот, он на самом деле уже неоднократно был подтвержден различными нашими делами. Естественно, потому что животный белок, если мы говорим из животного белка, то, что и молочный, и прочее делается, то это сверхвысокомолекулярный белок, который практически, ну, то есть, на определенный, скажем так, процент не переваривается, и всасываются цельные белки в кишечник, в кровь, значит, возникает реакция антигена-антитела с вытекающими последствиями, то есть, накоплением гнойных токсинов, трупных ядов. Это не происходит с полипептидными цепочками белковыми, то есть, средне-низкомолекулярными белками, которые перевариваются абсолютно на 100%. Поэтому вот эти растительные белки, кроме, там, соевого и некоторых других, значит, тоже, где высокомолекулярные, там слаженнее, конечно, проще, чем с животными. Ну, а с этим просто, тем более, что, я так понимаю, это в виде аминокислот здесь представлено, да, русские фарматы белки? Да, усвояемость самого белка, то есть, порядка 90-95%. Вот, то есть, это, ну, очень высокая усвояемость, и что касаемо аминокислот, вот мы нам, ну, заявляем, что концентрат, да, ну, пока без такого, так сказать, пафоса, но вообще-то даже приближён к гидролизатору, это ещё больше цепочка сщеплений, манекулы белка. Да, 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 я вот про это и говорю. Поэтому на практике это логично. Люди и видят, и ощущают вот то, что даже тот, кто уже переел белка, и у него плохо, там, с почками уже проблемы, там, и, естественно, реакция вот эта сразу иммунного ответа моментально возникает уже, потому что человек просто себя изнасиловал вот этими белками животными, то он и не чувствует этой проблемы, потому что этого не происходит просто, этого процесса, а всё происходит переваривание, лёгкое усвоение. Да, и если он, так же, там, да, человек получил, насытил ту дозу, которую ему нужно, организм ему легко выводит. Да, да, но здесь проблема в этом, это точно нет, это я, это отлично, вот я говорю, идея изумительная, воплощение изумительное, только вот я говорю, вот эти были бы два, ещё вообще цены бы не было просто. Так, хорошо, а вот насчёт там набора мышечной массы, что говорят те, кто занимаются? Сейчас ещё вот пару примеров приведу, да, у нас бойцы ММА, выступающие спортсмены, один из них Адам Богатырёв, вот у него, по-моему, 21-22-го был бой, мы в Ушете за пояс он его выиграл, вот, они тоже используют наш протеин при подготовке к соревнованиям, потому что им нужно держать вес, то есть, ну, их не мышечную массу, но у них происходит некая сгонка веса, ну, понятно, там, спорт, это у них своя тема, да, но, опять же, что он даёт? Он не задерживает воду, он именно даёт возможность набора сохранения сухой мышечной массы, качественной. Опять же, в данном белке, он вот зелёного цвета, можете видеть? Да, давайте покажем, сейчас я покажу. То есть, вот такой цвет. Он содержит хлорогеновую кислоту, от слова хорос, светло-зелёный, вот, и это одна из его уникальных особенностей, опять же, что хлорогеновая кислота, она блокирует быстрые углеводы, и на энергию идут жиры, то есть, тем самым человек, ну, избавляется от лишнего веса, вот, и мало того, помимо, ну, остальных положительных качеств, да, что он там нормализует давление, вот, при этом влияет на сердечно-сосудистую систему, вот, то есть, она имеет вот такое вот свойство, что, опять же, является отличительной особенностью от многих других видов белка. Да, кстати, кто имеет большую мышечную, жировую ткань и хочет худеть, естественно, там есть ряд нюансов, сейчас об этом мы говорить не будем, но вот, действительно, применение такого продукта с уменьшением количества углеводов, ну, по крайней мере, синтетически вообще надо прекращать, то есть, никакого сахара, печенья, ну, это вообще не еда человеческая, да, это, я думаю, наши зрители понимают, но всё время новые смотрят, не все ещё, понимают, маленький процент, как бы, новичков, поэтому для них в основном, вот, то я ещё советую сафлоровое масло, которое грамм, примерно, масло с потребления свежевыжатого сафлорового сжигает, убирает, как это кому-то ни странно, мне кажется, грамм жира ткани, то есть, висцерального жира и вот подкожного, вот так вот. Так, ну, это салат, я имею в виду, можно сафлоровать тем людям, у кого жировые складки там и так, кто хочет, это действительно так, да, то есть, это та самая белковая диета, только не вредная, которые вот, скажем, вот эти животные белки, а это безвредно в этом плане. Так что, если вы просто, допустим, там, веган-вегетарианец, который, вернее, нет, неправильно я сказал, там по-разному можно, но если вы, вот, допустим, хотите это покупать, при этом вы боитесь за эти два состава, вот о чём я сказал, добавки, но едите какие-то там, я не знаю, жареные продукты на масле, жареные продукты на масле, то вы можете не беспокоиться и брать это спокойно, потому что для вас это не имеет значения, поскольку вы канцерогены получаете, дай бог, сколько. То есть, ну, много, скажем так, очень. Вот, в этом плане можно не беспокоиться. А вот тем людям, кто действительно уже, потому что есть вот фрукторианцы, например, ну, они и не будут есть, а вот те, кто просто сыроеды и имеют проблему малого веса, трудно набирается вес, хотя там, я думаю, причина в основном в паразитах, в основном, а не только, ну, конечно, и в патогенной микрофлоре, а то, что симбиотическая ещё не восстановилась и так далее, и другие нюансы есть. Но вот для этих людей это будет великолепная вещь. Единственное, что, да, остаются вопросы, это уже на ваш выбор. Мы, я сразу видел, вот честно говоря, что надо предупредить, потому что это, а то купят, человек увидит и будет залиться. Это неправильно. Да, вы всё правильно говорите, да. Я вас полностью в этом поддерживаю. Здесь каждый выбор свой. Да, надо просто акцентировать. Но, опять же, вот мы, когда были на выставке, да, там люди интересуются, также каждый смотрит состав, потому что люди осознанно подходят к выбору, вот, и смотрят, там, многие говорят, говорит, да мы, говорит, вот овощи или фрукты едим и не знаем, что вот сейчас там в этом яблоке или чем этот банан там напичим. Многие не знают, это, конечно, такое лёгкое успокоение, да, но вот в этой связи, поэтому мы и занимаемся, как один из бизнесов, биопродуктов питания, поэтому у нас овощи и фрукты как раз органические. Кто покупает у нас и именно стремится, чтобы все были продукты в питании органические, это вот, так сказать, отдельный выбор, да. Другие, кто говорит, а там, не поймёшь что-то, ну, это уже другое. Поэтому я говорю, что, ну, альтернативы, наверное, пока всё-таки нет, действительно. Вот единственное, что я говорю, вот я не знаю ещё насчёт, там, вот этой комбинации тоже выпускают, где вот этот вот белок из конопли с мармарантом, я абсолютно не знаю, как антихнологически, что здесь вот мы поговорили с вами и до, и вот на ярмарке, и до записи, вот. Ну, будет, кстати, ещё, да, какой-то продукт? Да, будет ещё один продукт, он будет называться SPF-10, сам РТН-ФЛАУР, вот. И, возможно, мы там вот как раз-таки с вами рассмотрим. Ну, это вообще будет просто. А это ближайшее, до Нового года или когда? Ну, планируем вообще до Нового года. Да? Ну, давайте подумаем, потому что прямо тогда будет линейка из двух, так сказать, состоять. Да, каждый сможет. Пусть он будет дороже, там, потому что, ну, это понятно, если это дешёвая более добавка, так, более дорогая, естественно, там, цена, ну, на какую-то незначительную, там, для, ну, непринципиальную, для технологических нюансов. То есть, понятно, что он может быть дороже, люди это поймут, потому что, ну, это объективно, так сказать. Ну, да. Да, 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 просто вот так же вот в банке я бы, вот, это удобно, да, но будет здорово. Так, ну, что ещё можно сказать? Кстати, вот что касаемо жира, да, здесь на порцию в 30 грамм всего 0,3 грамма жира. Ну, это да. Это вообще ничто. Не, ну, абсолютно. Хорошо. Нет, эти показатели действительно уникальные, вот, в плане, там, белка с подсолнуха, и, вот, вы сказали, ну, основания не доверять. Нет, нет, это так оно и есть, потому что 50 процентов и то много, а тут 80, ну, вообще. Вот, если кому-то нужны, там, какие-то подтверждения, да, то я, Юрий Андреевич, сгибаю все. Да, это бумаги, это понятно, но тут нет сомнений, это же такое производство, сколько вложено средств, тут даже и... Да вот, а вот скажите, да, вот обычные люди, которые не спортсмены, профессиональные, или, скажем так, вот ещё до этого вопроса, мышечная масса на как набирается, что люди говорят при физических упражнениях? При физических упражнениях, в процессе приёма этого белка, значит, мышечная масса, она, если принимать, ну, минимум, одну порцию и при этом соблюдать, ну, нормальный рацион питания, то мышечная масса сохраняется, вот. Если принимать, ну, допустим, тут всё, опять же, зависит от цели, да, то есть, если вот, ну, опять же, беру из реальных примеров, подходит человек, говорит, вот, меня устраивает то, какое я есть, мне нужно это сохранить. То есть, я занимаюсь, понятно, что потребность белка увеличена за счёт чего? Что мышечному волокну нужно восстанавливаться. И именно восстанавливаются вот эти незаменимые аминокислоты БЦА, которых у нас 6,5 грамм, вот, они как раз-таки влияют на восстановление мышечного волокна. Если человек, допустим, этого не доедает, то происходит процесс катаболизма, то есть, ну, распада, это вот, да, для зрителей, распада мышечного волокна, и, мало того, если человек потренировал, допустим, руки или ноги поприседал, ему нужно восстанавливать, он откуда это будет брать? Если оно не поступает из пищи, вот, а вот, как Юрий Андреевич сказал, что зачастую много пищи, которую люди покупают на магазине, она не содержит той ценности биологической, которую, ну, вот. Ну, и потом, опять-таки же, для белосвоей, для синтеза белков нужны и витамины, и прочее, опять-таки, если даже не хватает каких-то ингредиентов, то даже при наличии белка, всё равно это может не... Вот, единственная поправка одну сделаю, что для некоторых наших зрителей, что, безусловно, если симбиотическая кишечная микрофлора всё-таки работает как должна у вида, когда переходит человек на адекватное живое питание, и всё-таки это происходит, а это не у всех происходит, то тогда, безусловно, синтез аминокислот происходит благодаря нашей кишечной микрофлории, даже если человек ест капусту или любую клетчатку, она расщепляется этими бактериями как раз и на выходе, то есть, в результате их жизнедеятельности все незаменимые, в том числе, аминокислоты есть, и поэтому именно те люди, которые десятки лет не едят, есть такие. Никаких животных белков, едя только растительную пищу, с низким, сверхнизким содержанием белка, имеют ту же мышечную массу, вот я, например, 7 лет, и я ни грамма, ни только, я даже никаких, ни злаков, ни орехов практически не ем и так далее. То есть, тем не менее, только зелень, салаты, то есть там и фрукты. Соответственно, у меня абсолютно так же, я также могу рукой на 25 килограмм поднять, смотрю, что я худощавый телосложение, у меня крепкие мышцы, очень прочные, то есть, я могу мешок, я поднимаю, как не могут некоторые делать вот из... Я ничем не занимаюсь, не спортом, просто, то есть, это я, кажется, говорю, что... Но есть люди, которые прямо мучаются, они снижаются массой, они там при росте 186, там 60 килограмм, например, да, и они говорят, надо... И, естественно, я там таким людям советую, безусловно, спирулина, потому что там тоже синие замеры, особенно дик... Сок пророской пшеницы, пророски делать, но, конечно, это простой способ и удобный. К тому же, если человек действительно нарастить, вот именно задача у него, увеличить рельефность, нарастить мышечную массу, и, опять-таки, говорю, это можно сделать из... Просто вот есть и лежать на диване, то человек будет жарить. Это надо, естественно, физически, чтобы мышцы посылали сигнал, то есть, вот поднятые с последним усилием, вот, грубо говоря, на десятый раз штанга от груди, допустим, это и есть сигнал, что не хватает мышечной ткани для того, чтобы совершить это действие. Значит, есть сигнал, надо нарастить. Вот тут и нужно сырье, чтобы нарастить в этот момент. Поэтому, значит, как раз, вот я на практике и хочу вас узнать, те люди, которые вот занимаются и хотят нарастить мышцу, у них как идет прирост этого продукта за счет? Смотрите, конкретно в килограммах мы еще не измеряли, но подходят уже спортсмены, которые едят, да, и говорят, что... Вот даже тот же Олег, да, плужник, который у нас, он говорит, вот, этот белок ему помог сохранить, ну, если вы посмотрите, там, да, у него достаточно объемная мышечная масса, то есть, сохранить мышечный объем, вот, это немаловажно, потому что, как вы сказали, люди, да, теряют, вот. Чтобы нарастить, значит, нужно принимать минимум две порции, вот, замечательный пример привели вот этот, да, то есть, как бы, ну, с разрождением, запросом мышечного влага в питании, потому что, ну, грубо говоря, это вот как в мозоли, да, если... Без надобности организм не будет ничего делать, когда только на нужду реагирует, конечно. Вот, и, ну, при естественном, да, вот, там, две порции в день, но, опять же, нужно смотреть весь рацион, да, говорят, там, от полтора до двух грамм необходимы человеку, там, белка, вот, вот, то есть, поэтому весь рацион должен быть подогнен так, чтобы на один килограмм, да, вот, этот просчет соблюдался, вот. Грамм на килограмм, ну, хотя бы, там, да, или два. Ну, да, грамм, два, ну, опять же, тут у каждого свое, то есть... Безусловно, то есть... Да, все индивидуально. И, опять же, ну, здесь можно долго, да, дискуссировать и от, там, самого питания, да, у кого свои вырабатываются, какой-нибудь свой, то есть... Да, потому что некоторым средам можно и меньше, это надо индивидуально смотреть. Да. По крайней мере, я скажу так, что с точки зрения биохимии, вот, это можно съесть и три, и четыре порции, то есть, и пять хотя бы, проблем нет, потому что это, ну, это, я еще раз говорю, это не животные белки, а растительные, усвоится, что усвоится, остальное выведется, но только единственное, конечно, на диване сидеть нельзя, если вы будете три, четыре порции есть, то есть, это надо все-таки физически бегать, хотя бы что-то, так сказать, спортом или там на огороде грядки копать и так далее, да. Да, то есть, это система тренировок, ну, здесь, если кто-то не знаком, то, друзья, рекомендую лучше обратиться к тренерам, и все-таки в каждом деле есть свой профессионал, если, да, вот, вы, там, свою жизнь, там, ну, кто-то бухгалтер, кто-то врач и так далее, невозможно, да, зайти в операционную и сказать, сейчас я вот здесь, там, за часочек что-то делаю. К сожалению, многие люди приходят в тренажерный зал или, там, обращаясь к каким-либо отягощениям, приходят и говорят, сейчас я за часочек что-то накачаю. На моих личных примерах, я сам неоднократно людей тренировал, консультировал, потому что у меня физкультурное, высшее педагогическое образование, физкультура спортивная, вот, видно, как человек может прийти в зал и час что-то делать, но эффекта никакого, потому что он по траектории, по своим движениям мышцу целенаправленно не нагружает. То есть, он время потратил, из зала ушел, ничего не получил, пусть он, там, даже пьет белок, не пьет белок, а куда ему, организму поступать. Поэтому это должна быть система грамотных тренировок, минимум, там, 2-3 раза в неделю и употребление, там, нормального количества еды. И если вы с помощью еды, как Юлия Андреевич, да, подметил, не добираете количество белка, то здесь вы уже смотрите, на порцию 24 грамма белка, нехваточка, там, раз 24 добавили, одну порцию в день, после тренировочки и в обычный день между промежутками пищи. Если у вас нехватка больше, пожалуйста, добавили 2 порции, это получается у нас 48 грамм белка. Этого вполне достаточно, чтобы перекрыть крайне физически любой дефицит. Тем более, есть и веганы, которые, например, занимаются спортом или качаются, и у них уже там и работает относительно нормальная кишечная микрофлора, то есть, они действительно на низкобелковых продуктах, ну, даже растительных наращивают, есть такие люди, и для них это, допустим, можно уменьшить дозу, и такие опытные люди сами подберут себе необходимые. Ну, у нас вот в команде тоже Роман Кравцов, он его достаточно тоже плотно изучал, ему было подошло, понравилось, он его кушает, и человек с прекрасными мышцами. Ну, да, 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 практика, как говорится, критерий истины, если отзывы такие, а вот от обычных людей какие, вы говорите, идут там отзывы, просто вот уже есть? От обычных еще пока конкретно, ну, вот мы не собирали отзывы по приросту мышечной массы, да, там, то есть, ну, как бы можно этим озадачиться, и, скорее всего, мы сейчас, ну, собираем базу клиентов, у нас будет отдельный человек всех обзванивать, узнавать, как впечатление, но если идут, самое важное, если идут повторные продажи, если человек, идя по выставке, видит, о, протеинспецназ подходит и сразу берет там две банки, да, себе, то есть, это, ну, говорит о том, что людям он подходит. У нас были такие примеры, что человек подходил и чуть ли там не, ну, так скажем, со слезами на глазах говорил, ну, когда пробовал его, говорил, что, блин, я только вчера заказал там на американском сайте за 1900, 900 грамм белка, который… Ну, в два раза дороже, да? Да, в два раза дороже, который я, говорит, пью вообще с трудом. Ну, противно, да? Да, то есть… Ну, понятно, вот тут, конечно, вот плюс, но я говорю, вот, ну, да, ну, это ладно, это люди уже сами действуют. Нет, то, что это… Да я слышал уже, люди подходили, говорят, вкусно, я сам слышал об этом. То есть, что вкусно, да, отзыв, обратная связь, это, понятно, пойдет, потому что продукт только недавно на рынке, но то, что туда, конечно, выложено, конечно, удивили, да, то есть, это завод… А что, завод еще что-то выпускает вообще, ну, вот предприятие, гадает? У нас сейчас планируются еще батончики, вот вообще мы целенаправленно вот… То есть, вот это, то есть, под это было такое производство сделано? Да, изначально у нас был как кормовой протеин, это замещение сои, вот, но это сам завод. А отдельно потом мы уже докупили все, и доорганизовали линейку пищевого продукта, потому что, когда начали все… Это у нас была, ну, на государственном уровне разработка, у нас поддержка МГУ, у нас поддержка технопарк Сколку, мы официальные резиденты их, и мы, кстати, вошли, вот была неделя стартап-виллаж в Сколку, мы вошли в финал с нашим продуктом, как, ну, инновационная разработка и так далее. Ну да. Вот, поэтому на фоне этих всех исследований все выяснилось, что он обладает высокой биологической ценностью вообще, ну, для людей и так далее. И дальше мы, ну, начали, вот, там, ну, посредством датского оборудования докручивать его и достигать вот таких вот результатов. Поэтому здесь целая история. И что касаемо, опять же, приема и набора, да, если человек грамотно соблюдает диету, то, ну, на 3-8 килограмм, где-то там через 3-5 месяцев, хорошая мышечная масса человек может рассчитывать. Если вы представите, да, 3-5, там, 3-8 килограмм мышечной массы, да, то это, распределяясь по организму человека, человек будет выглядеть достаточно хорошо, достаточно красиво и практически, вот, как всякие там эталоны, да, там, журналов и так далее. Вот, ну, то есть фитнес-фигура. Ну да. Мы говорим сейчас о бодибилдерской, там, вот этой вот гипертрофированной мышечной массой, о фитнес-фигуре, да. Да, это отдельная тема, зачем мы это говорим. Да, это отдельная тема, да, то есть фитнес-фигура. Вот это сейчас модно в вене кросс-фит, который развивает функционалку, сердечно-сосудистую систему и так далее. Но человек, занимающий даже кросс-фитом, какая там интенсивность идёт. Вот, ему по-любому нужен белок, потому что, вот, что касаемо процесса катаболизма, когда человеку не хватает, ну, молекулы белка или в том числе, даже не о белке мы сейчас говорим, мы говорим о аминокислотном составе. Да, 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 конечно, конечно. Потому что из аминокислоты… Именно, синтезируются в каждой клетке нашего организма белки, то есть в рибосомах идет процесс биосинтеза белка. Поэтому организму нужны вообще не белки, а аминокислоты нужны. Любой белок, попадающий в организм, любой растительный, животный, должен разобраться до аминокислот, аминокислоты всасываются, как мономеры полимерно-белковых цепей, кровь. Кровь, как соединительная ткань, разносит каждую клетку организма, эти питательные ущета, в том числе аминокислоты, из которых в клетке, в органеллах, которая называется рибосома, происходит процесс биосинтеза, то есть сборки белка. Поэтому те диетологи и врачи, которые говорят, белки нужны животные, бубу, потому что там все незаменимые, это полноценный белок, они идиоты, они не знают биохимии основ, и просто это называется профнепригодность. Здесь даже добавить нечего. С научной точки зрения. Естественно. Расписали, вот опять же живой пример, да, люди подходят, о, у вас растительный белок. И типа там, закрывай глаза. Друзья, давайте, говорю, посмотрим на аминокислотный состав, из которого состоят волосы, ногти, все. Это вот как вы хотите построить дом, грубо говоря, горите, я... Нет, просто им надо правильный пример, как я привожу, что еще раз, еще раз, товарищ, еще раз, стоп, 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 забудьте что-то, еще раз. Процесс в школе изучал биосинтеза белка, что это такое, где он, где он, как, почему... То есть, еще раз, и вывод только один. Не нужны белки вообще организму, нужны аминокислоты, чтобы синтезировались они в любом случае, Толь, что бы ты ни съел, все идет разбор, потому что белок любой чужеродный для организма. Мы свой синтезируем. И только организм знает, какой в данный момент времени в каждой клетке нужен комбинация каких белков. Поэтому нужны аминокислоты. Если мы едим белки цельные, мы перегружаем организм на их расщепление, частичное выведение, утилизацию, на кишечную патогенную микрофлору, которая будет частично их поедать тоже, на реакцию антигена-тител, то есть борьбу. Значит, тратятся ферменты, там макрофаги наши, это белки тоже, соответственно, вот и так далее. Так что так. Ну что ж, здорово. У меня вот даже пример, да, отец, у него постоянно бывают командировки, такая работа у него нагруженная, но он вот спортом не занимается. Но у него так хватает физической нагрузки. Вот. Он постоянно уезжает, говорит, Сергей, там, отсыпни баночку, лидай мне баночку, я с собой берет и употребляет, там, минимум, там, ну, одну порцию в день, он точно пьет. Он чувствует с него энергии, восстановление. Да, это очень важный момент. Если это совместить, дорогие друзья, вот я что хочу сказать, потреблять, например, вот этот так называемый протеин, на самом деле комплекс аминокислот, да, растительных, то те, кто имеет слабость, а тут разные причины, вот все правильно вроде делают. Бывает, что это причина слабости, такой непонятный, либо дефицит B12, либо магний калий, как сказать, либо это дефицит аминокислот из питания, кишечная микрофлора еще не начала, достаточно синтезировать для нужд организма потребления. Поэтому можно попробовать для этих людей, бывает, что результат через день-два уже, то есть прилив энергии, сил и так далее. Это вот я много раз подмечал, но тут я рекомендовал по-другому делать, то есть, например, там, например, проростки амаранта, кунжута, где концентрация кальция того же в 4 раз больше, чем в том же любимом некоторыми молоке, если его молоко выпарить до состояния концентрации воды в кунжуте, понятно, да, даже в этом случае в 4 раза больше в кунжуте, только натуральном, разумеется, органическое, ну, молоко, если вскипятить, там уже, разумеется, минералы не усвоятся. То есть, они также выпадут грубые в осадок, по сути, как и воду, если вскипятить, потому что меняется, естественно, структура микро- и макроэлементов. Так, при пороге 65 градусов белки сворачивают в 70, ну, а минералы подают в осадок. Так, теперь, что касается рекомендаций. Так, вот, все, вроде бы мы поговорили, да, я не знаю, есть что-то добавить по рекомендации? Наверное, нет, да, все вроде бы. Да, вот единственный момент, какого, да, вы говорите, там, правильно, люди, ну, энергичнее становятся и так далее. Самый еще важный момент, люди начинают высыпаться за... А, меньше промежуток. Ну, это вот как бы обратный результат, связь с тем, что организму достаточно питательных веществ. Но единственное, что, вот, я забыл сказать, что я все равно рекомендую, поскольку у многих людей дефицит витаминов, все равно, да, а поскольку, бэд, ну, это и невозможно, чудо не бывает, всей группы здесь нет, то вот спирулину дикую потреблять по чайной ложке 2-3 раза в день, кто спортом 3, просто человек 2 раза в день, детям по пол, чайной ложке пару раз в день, в салаты, во время еды. В идеале, конечно, сокроводская пшеница, которую, посмотрите видео другое, которое вот мы снимали с моим товарищем, коллегой, партнером, по таблетированным уже удобным для потребления, сокопроводской пшеницы, 4 таблеточки, утром запивая водой до еды, можно и 8, двойную порцию. Это как 30 мл, 4 таблетки, 30 мл концентрата сокопроводской пшеницы, 8, 2 стаканчика, вот, по 30 мл, как бы. Это даст вам всю группу B, ну, кроме B12, скажем, хотя в спирулине, дикой, я подчеркиваю, где в природе она обитает с симбиотическими бактериями, возможно, что и натуральной. B12 всё-таки есть, но это под вопросом, я не исследовал лично, что там кто говорит и пишет, это будем считать скрипелой. Но этот вопрос решается легко, у меня есть лекция по B12, где я всё рассказываю об этом, и кто хочет, не хочет рисковать, то это просто метилка-баламин, да, там, чистый, хороший, который можно взять, представьте у меня по ссылочке, где хороший, можно качественный взять, там, под видео о B12. Так, ну и всё, и остаётся только у нас нюансы, которые связаны с здоровьем, с конкретным состоянием организма, это уже, так сказать, смотрите эти мои лекции по разным системам, пищеварительные, дыхательные, там, и так далее, кровеносные, где вы найдёте все, вот, ответы на вопросы. Пожалуй, наверное, всё, я благодарю вас за то, что приехали, показали этот продукт свой, и мы его начинаем тоже продавать, рассказали всё, как есть, кто сочтёт нужно, пожалуйста, наш сайт nadgard.ru, можно сказать, там, через классические варианты интернет-магазина, через картиночки, разделы соответствующие, можно через прайс-лист, там есть такой раздел прайс-лист. Для иногородних посмотрите раздел «Доставка и оплата», обязательно в этом разделе видеоролик, как правильно делается заказ у нас, ошибок не будет, идеально всё, закажете и мы вам отправим в лучшем виде всё, значит, любую страну миру, в любой город России, ну, а Москва, можете приехать к нам, мы курьером нашим доставляем, водителям, ну, или на наших ярмарках можно, либо в наших магазинах, так сказать. Ну, вот, собственно, и, наверное, на этом всё. Всё, последнее скажу, что подписывайтесь на канал, будет много всего интересного, на разные темы, лекции, посмотрите плей-листы, выберите себе то, что вас именно интересует, какие темы, которые я даю и веду. Ну, и мой блог, ефролов.блог, это главный сайт мой по здоровью, по лечению болезней, по причинно-следственным связям, питанию и других факторов, и здоровье. Ну, всего вам хорошего, дорогие друзья, до свидания. А я благодарю вас за такую интересную встречу. Да, я тоже вас благодарю, на самом деле, вот, мы сейчас с вами так душевно поговорили, да, и вы прям кладезь знаний, сколько всего можно узнать, и теперь я понимаю, да, почему люди подходят, как бы, да, это вот, ну, прислушайте, потому что на самом деле вещи говорить, я вот, ну, по своей области, да, у меня там педагогическое образование, мы там биохимию, химию, всё это дело изучали, и вот здесь, ну, всё, что говорите, даже поскольку не простым языком доступным. Да, да, я так и говорю. В виде примеров просто любой может понять. Да, что я простым доступным языком говорю сложные биологические вопросы, которые любой человек, независимым от образования, возраста и так далее, может понять, поэтому я всегда, дорогие друзья, последнее такое уж скажу, это действительно важно, кто ещё не в теме, если вы хотите, чтобы ваши родственники, которые с вами спорили, какие-то ссоры на эту тему питания и так далее, постарались понять, я советую посмотреть на моём блоге efrolov.blog. В левой колоночке мои выступления выведутся под разделы «Вводные лекции». И посмотрите какую-нибудь вводную лекцию или покажите вашим знакомым, где человек, если он здравомыслящий, просмотрев её, поймёт, как устроен организм, не будет верить в то, что он верил вчера, обманывая себя и других, самообманом вот этим таким сладким, как бы цепляясь за любимую сосиску, а если здравомыслие будет преобладать, он не будет верить, он просто поймёт, ни мне не надо верить, никому, а просто я говорю то, что есть на самом деле. То есть я всего лишь констатирую законы природы, как они есть, кому бы это нравилось, не нравилось, а чтобы понять, надо посмотреть. Поэтому советую. Ну, всего хорошего, до новых встреч, до свидания. Всего доброго. Наше предприятие производит уникальный продукт – это концентрат белка из шурота подсолнечника. Перерабатывается он по следующей схеме. Сырьё, то есть шурот, вода и каустик загружаются в экстракционные танки, где происходит процесс щелочной экстракции. В процессе щелочной экстракции из шурота выделяются белки и углеводы. На первой стадии технологической обработки у нас происходит отделение твёрдой фракции от белково-углеводного раствора. То есть на деканторной центрифуге подаётся раствор, где твёрдая часть отделяется от раствора. Дальше раствор поступает на дополнительную степень. Очистки на сепарацию мы удаляем в тонкие взвеси. После того, как раствор у нас очищен от взвешенных частиц, он поступает на сердце нашего завода, на установку ультрафильтрации, где происходит процесс отделения белков от углеводов. Происходит он посредством фильтрации через полисульфоновую мембрану, на которой на поверхности белки задерживаются. Углеводы проходят через мембрану. После того, как белки у нас отделились на мембране, они поступают на выпарную установку, на которой происходит выпаривание части влаги. Дальше весь белок у нас поступает на распылительную сушилку, где уже через форсунки распыляется белковый раствор. И на выходе мы имеем готовый сухой сыпучий порошок белка. В производственной лаборатории мы осуществляем контроль качества исходного сырья, готовой продукции, отслеживаем все производственные параметры. Основные методы измерения у нас физико-химические исследования, это исследование бактериологической стабильности материала, исследование аминокислотного состава, определение белка по арбитражным методам, жира, клетчатки, углеводов. Все необходимые исследования проводят у нас в нашей лаборатории. Продукт, конечно, обладает достаточно уникальными свойствами. Это единственный в мире завод производства, который работает на широте подсолнечника и на выделении из него белка. Продукт имеет достаточно высокое содержание протеина, то есть это 82%. У него очень высокая усваиваемость до 95%. Он обладает очень хорошими свойствами, у него сбалансированный аминокислотный состав, отсутствие антипитательных факторов, ну и продукт растительного происхождения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова